Всем доброго времени суток! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас видео обзор на муку. Это первая мука, на которой мы делаем обзор. Мука у нас чебоксарская. Вот такая, посмотрите. Покупала, кстати, ее в Победе. Здесь 2 кг. Стоила она в районе 50-60 рублей. Точно я уже не помню. Мука пшеничная, высший сорт. Обязательно смотрите, чтобы мука у вас была высшего сорта. Тогда у вас получится хлеб очень-очень вкусный. Так, давайте ее посмотрим. На нее я видела уже отзывы. И отзывы довольно хорошие. Поэтому решила еще проверить сама. Так, у нас в 100 грамм получается 330 ккал. Так, здесь тоже просто мука. А вот, с этой стороны по-русски у нас написано. 12 месяцев она хранится. Так, да, чебоксары даже. То есть не просто даже, не оба какое название. Вес 2 кг. Хлебопекарная, высший сорт. Так, состав. Ну, состав, наверное, нету, что ли. Наверное, нету. Короче, фиг знает. Хранить в сухих, хорошо проветриваемых местах. Ну, ладно. Давайте ее посмотрим, какая же она внутри. Потому что все-таки мука бывает внутри разная. Макфа, например, она белоснежная. Алексеевская, она чуточку потемнее. Если их вдвоем вот так вот сравнить, то можно увидеть разницу. Так, она даже 20-го года уже. Вот, честно, мне любую, когда мука вот здесь вот лежит. Ее начинаешь так вот открываешь. И у вас вся мука на столе. Так, я сейчас буду муку взвешивать. Буду печь хлебушек. У меня вот весы есть. Так. Мы ставим мою тарелочку. Эта тарелочка просто в муке. Так, и сейчас мы сюда ее высыпем. Нам надо для нашего хлебушка 500 г муки. Сейчас мы ее высыпем и будем смотреть. Так, мука у нас не совсем прям белоснежная. Кстати, мука не должна быть белоснежной. Макфу это ее просто отбеливают. Ну, с нее хлеб с макфой тоже получается довольно вкусным. Не знаю, мне кажется, она совсем прям белоснежная. Без всяких примесей. Ровненькая. Хорошенькая такая. Ну-ка. Да, прям такая ровненькая. Можно тут вообще прям рисовать, целые ступеньки делать. А, вам даже не видно. Ступенечки, вон, можно сделать. Ну, короче, обыкновенная, стандартная мука. Но посмотрим, какой же из нее выйдет хлеб. Сейчас я буду печь хлеб. И уже с вами встретимся через 4 часа моего времени, вашего 1 секунда. И посмотрим, и попробуем, какой же получился хлеб с нее. Потому что с каждой муки получается разный хлеб. Зависит это не от дрожжей, а от муки. Я уже убедилась на этом уже в течение больше 5 лет. Я пеку хлеб. И сейчас мы с вами узнаем. Ну, все, я пошла печь. А вы смотрите дальше. Сейчас будет как раз для вас очень интересный ролик. Увидите, какой получается у меня восхитительный хлеб. Также, кстати, на этот хлеб уже есть рецепт. И я его оставлю ссылочку в описании. Вернее, не в описании, а в конечной заставке. И вы сможете хлебушек такой же приготовить сами дома. Очень простой рецепт. Так, ну, вот он наш с вами хлебушек такой получился. Здесь чуть-чуть мокренькая, потому что он лежал перед ногами, сушился вот этой стороной. Получился он, кстати, очень поджаристый, очень редко получается такой хлеб. Мягкий, очень ароматно пахнет. Сейчас мы его с вами попробуем. Вот он получился внутри, как настоящий хлеб. Мягкий. А рецепт, кстати, на как я делала этот хлеб, оставлю в конечной заставке. Там ролик есть. Здесь вот тоже. Сейчас попробую с вами. Мякошку. Люблю очень вот такие вот мякошки. Здесь отрываешь. Вот они прям мягкие. Очень вкусный. Такой хрустящий, ароматный. Давайте еще саму мякоть попробуем. Чтобы понять, насколько же мука хорошая. Очень вкусная. Мякошка прям просто обалденная. Такой, знаете, какой-то даже аромат, видимо, чуть-чуть я передержала. Она хрустящая такая. И вот этот вот какой-то такой аромат. Очень вкусный. Хлеб просто получается бесподобный. В принципе, мука эта хорошая. Ну, если честно, мне давно не попадалась мука какая-то плохая. Обычно я беру высший сорт. А то я, по-моему, наверное, был написан. Я уже, честно, не помню. Нужно будет, наверное, попробовать как-нибудь похуже немножко взять муку. Если там другого сорта какого-нибудь. И попробовать приготовить. Но хлеб получился очень вкусный. Такой вот, смотрите, и гнется. Очень мягкий, очень вкусный. Он какой. Как настоящий магазинный хлеб. Этот, конечно, более настоящий, чем магазинный. Здесь вот корочка. Здесь желтенькая. Очень хороший. Мне очень понравился. И также мы с вами сейчас попробуем пирог. Еще я сделала вот такой пирог. Вот он получился. Видите? Тоже тесто. Здесь кажется, как будто оно не пропеклось. Но нет, это пропеклось. Это все хорошо. И именно когда вот такой пирог, он на сметанном тесте, с этой же мукой, именно когда он разогретый, теплый, он обалденно вкусный. Это вот сейчас вот с творогом. А так еще можно с яблочком сделать. Сейчас мы его тоже попробуем. Пирог тоже получился. Очень такой вкусный, ароматный. Хороший. Мне понравился. Хорошая мука. Я обязательно буду покупать ее еще. Ну, а, конечно, магазин Победа от нас находится довольно-довольно-довольно далеко. Но при удобном случае я ее обязательно куплю. У нее она очень понравилась, хорошая и, в принципе, недорогая. Напишите свой отзыв, пожалуйста, в комментарии на канале YouTube. Мой канал называется Artmania. Можно по-английски в поиске набрать. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши обзоры на другие продукты. Продукты из фикс прайса. Также продукты из светофора. Также у нас есть влоги. Как мы путешествуем, живем. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Субтитры сделал DimaTorzok.